Что общего между различными биткоин-циклами? Каждый бычий цикл биткоина в итоге сталкивался с некой страной, которая либо полностью заходила на крипторынок на всю котлету, отправляя биткоин на Луну, либо внедряла множество запретов и так далее, погружая крипторынки в коррекцию и рецессию. И этот цикл не исключение. Что же это за страна такая на этот раз? Конечно же, это Китай. И эта страна с самого начала играла важную роль как для медвежьих рынков, так и для бычьих рынков биткоина. Так что же задумал Китай на этот раз? Мы узнаем это в течение следующих 10 минут, если ты не забудешь поставить лайк. Это очень помогает видеороликам попадать в алгоритмы Ютуба. Да, если ты не знал, Китай играет большую роль в жизни биткоина и всей криптовалютной экосистемы. Китайские решения, правительство и народ оказывают большое влияние на всю криптоиндустрию в целом. Это стало очевидно еще в мае 2021-го, когда Китай решил обрушить криптовалютные рынки, запретив майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны. Как мы можем видеть, это привело к краху цены биткоина с почти 60 тысяч долларов в начале мая до 30 тысяч долларов два месяца спустя в июле того же года. По сути, это 50-процентный обвал всего за два месяца. И это не первый раз, когда Китай делает что-то подобное. Еще во время параболического булрана 2017-го года Китай сделал еще один шаг против криптовалюты. Он объявил ICO, первичные предложения токенов, незаконными на территории страны. Биткоин тогда рухнул с 5 тысяч до 3 тысяч долларов, то есть примерно на 40% всего за две недели. Но вот что интересно, каждый из этих запретов не являлся полным запретом криптовалют. Однако люди воспринимали эти новости именно так, что и приводило к краху цены биткоина. На самом деле, люди в Китае все еще участвуют в ICO и других новых видах предложения токенов, таких как IEO, Airdrops и IDO. Кроме того, после введения Китаем запрета на майнинг биткоина прошло более двух лет. А Китай по-прежнему занимает второе место по хешрейту биткоина. А значит, майнеры там функционируют, как ни в чем не бывало. В прошлом Китай обрушивал рынки, публикуя шокирующие заголовки о криптовалюте. Но это осталось в прошлом. Сейчас мы двигаемся в будущее. И на этот раз, скорее всего, Китай, наоборот, начнет раскачивать криптовалютные рынки в сторону роста. Почему я так думаю? Многие люди не знают, что именно происходит в материковом Китае. Каков статус биткоина и криптовалюты в этой стране? Начнем с того, кто именно в Китае запретил майнинг биткоина. Это был Лю Хэ, который был правой рукой Си Зинпина и вице-премьером государства. Он был тем, кто публично приказал запретить майнинг биткоина. И угадай, кто решил уйти в отставку в марте этого года? Лю Хэ. Теперь, когда он покинул свой пост и не дергает за ниточки, биткоин навряд ли вернется к тому уровню криптоцензуры, который мы наблюдали в 2021-м. А новое государственное управление сегодня больше сосредоточено на борьбе с другими вещами. Например, их фокус внимания плотно приклеен к противостоянию Востока и Запада. Люди также не осознают, какой правовой статус криптовалюты и биткоин имеют в Китае. На самом деле все не так плохо, как тебе говорят. Китайские суды фактически признают биткоин виртуальной собственностью и защищаемым судами виртуальным товаром. И так суды решают уже не первый раз на протяжении многих лет. Из этого юридического исследования под названием «Общее ведение в регулирование виртуальных валют в Китае», подготовленного юридическим бюро Ханкун в Китае, исходит следующее. Тем не менее, другие суды разрешают виртуальные валюты и связанные с ними активности. Например, держать эти валюты у себя в портфеле. Виртуальные валюты являются виртуальными товарами, обладающими экономической ценностью. И поэтому их частный обмен между лицами не нарушает ключевых запретов в Китае. Договоры купли-продажи виртуальных валют являются законными, поскольку не нарушают обязательных требований законодательства или публичной политики. Ниже приводятся примеры, которые подтверждают эти два правовых статуса виртуальных валют в Китае. Право китайских граждан хранить биткоины в качестве виртуальных товаров было подтверждено многими судами. Также было поддержано право граждан на совершение сделок P2P. Да, Китай запретил биржам на материковой части страны совершать операции с криптовалютами граждан. Он запретил компаниям в пределах своих границ привлекать средства через криптоактивы. Но Китай не запрещал людям право совершать криптовалютные сделки. Не запрещал им держать биткоин и хранить криптовалюту. Так что позволю себе наглость предположить, что мы скоро увидим, как Китай использует криптовалюту в таких масштабах, каких мы никогда раньше не видели. И это видно из отчета Chain Analysis о криптовалютах за 2022 год, который называется Global Crypto Adoption Index. Из этого отчета видно, что в 2022 году Китай занял второе место по количеству централизованных криптосервисов. Простыми словами, из Китая поступало огромное количество денег на централизованные биржи. Но как мы видим, в 2022 году рейтинг P2P торговли в Китае между людьми был очень низким. Китай занимал 144 место в мире по этому показателю. Но мы видим некоторые шокирующие изменения в отчете за 2023 год. Спустя всего лишь год после этого отчета, Китай занимает пятое место по потоку денег на централизованные криптосервисы. Пятое, но не второе, как в 2022. Но в отношении P2P транзакций произошли значительные перемены. Всего за год Китай поднялся со 144 места на 13 место в списке. Китай по-прежнему использует централизованные биржи, но при этом в криптовалютном китайском пространстве начинает доминировать сектор человек-человек P2P. Если ты не знал, многие тематические биржи либо уже имеют штаб-квартиры в Гонконге, либо просто там работают. А Гонконг – это китайская песочница для финансового капитала. Такие биржи, как Bybit, OKEX, Binance, Gate.io и KuCoin, а также многие-многие другие, все еще позволяют гражданам Китая торговать с их помощью. Например, в документации OKEX говорится о прохождении процедуры «Знай своего клиента» именно на территории материкового, континентального Китая. И требования к минимальному капиталу для торговли составляют 10 тысяч долларов. OKEX и некоторые другие биржи продолжают разрешать китайцам торговать, хоть и это было рискованно для них. Однако, как мы видим, правительство Китая не предпринимает никаких действий по отношению к таким биржам. Но торговля на централизованных биржах для граждан Китая скоро станет намного понятнее и проще, благодаря тому, что делает Гонконг прямо сейчас. И на самом деле до развязки остались считанные часы. Летом 2023 года Гонконг начал предпринимать очень интересные шаги. Они решили разрешить выдачу лицензий на работу криптовалютных бирж на своей территории и начать принимать заявки в июне 2023. Прошло всего пару месяцев, как уже две биржи получили эти лицензии и смогли предлагать криптовалютные услуги розничным инвесторам в Гонконге. Но это всего лишь маленькие биржи типа хэшки. Однако и гораздо более крупные биржи тоже начали приходить за лицензиями, разрешающими работу в Гонконге. В ноябре О'Кекс подала собственную заявку. А это означает, что дорога к криптовалютам прокладывается для Китая и его населения через Гонконг. Гонконг это просто песочница для Китая. Место, где они могут протестировать все, прежде чем внедрять это на материке. Китайские киты уже торгуют на гонконгских биржах, а розничные инвесторы в Китае тоже не заставят себя долго ждать. И теперь мы подходим к самой важной новости, которая недавно стала известна. После того, как в США был отмечен успех спотовых биткоин и те всего миллиардными объемами торгов. И кстати, продажи Грейскейл уже который день сокращаются, а покупки Блэк Рока уже превзошли эти продажи. Вот почему биткоин начал расти. И Китай начал немного завидовать Соединенным Штатам. Поэтому их финансовый центр Гонконг собирается что-то с этим делать. Собирается догонять. Еще в декабре 2023 года гонконгские регуляторы, комиссия по ценным бумагам и биржам и монетарные власти заявили, что начнут рассматривать заявки на спотовый биткоин ETF в Гонконге. И вот всего спустя месяц после этого регуляторы приняли первую заявку. И как мы видим, еще 10 финансовых учреждений страны планируют создать свои собственные спотовые биткоин ETF в Гонконге. И в статье говорится еще кое-что интересное. Харвест Гонконг, один из крупнейших китайских управляющих фондами, подал заявку на запуск спотового биткоин ETF в Гонконге. В сообщении добавляется, что регулирующий орган Гонконга активно работает над тем, чтобы ускорить процесс утверждения спотовых биткоин ETF в стране. Запуск первого спотового биткоин ETF в Гонконге состоится после китайского нового года 10 февраля. То есть уже сегодня. А это означает, что уже сегодня в Китае может быть запущен ETF, который позволит гражданам материкового Китая инвестировать в биткоин, поскольку он будет торговаться на традиционном фондовом рынке Гонконга. А материковый Китай имеет доступ к фондовому рынку Гонконга. А это в свою очередь означает, что к спотовым биткоин ETF, которые и так показывают рекорды в США, добавится и китайский спотовый биткоин ETF, но с одним большим отличием. В Китае и Гонконге нет грейскейл, нет GPTC, а значит продаж не будет. Ситуация с биткоином и Китаем для меня не выглядит плохо, как для многих, которые читают эти заголовки о запретах биткоина, о запретах майнинга, нет. Наоборот, эта ситуация для меня выглядит чрезвычайно бычей. Однако, обрати внимание на это исследование. Данные 10x Research показывают, что покупка биткоина за 3 дня до китайского нового года и его дальнейшая продажа спустя 10 дней приводит к средней доходности в 11%. Возможно, это будет полезной информацией для тех, кто занимается краткосрочным трейдингом, но я этим не занимаюсь, поэтому для меня это не совсем интересно. Но на этом все, меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok